привет дамы и господа с вами варчик в этом видео поговорим про линию фронта усаживайтесь поудобнее наливайте там чайочек разговор будет длинный поскольку линия фронта это такой вот режим с длинными не очень веселыми боями я не вчитывался в новость картошки в подробностях там не особо разбирался я просто прошел линию фронта расскажу вам свое мнение что хорошо что плохо чего не хватает что и во что лучше бы переделать и в целом стало ли лучше ли фронта поэтому от за последнюю линию фронта которая сейчас вот еще идет мы сейчас поговорим и я вам в целом расскажу как в нее лучше играть сейчас и так глобальные изменения которые произошли в этом режиме боевые резервы изменились там поменялось менюшка сами по себе не изменились и они в бою как-то там сами прокачиваются пока вы повышаете звание это то что сразу заметно и бросается в глаза стало в целом удобнее просто мы играем в линию фронта получаем звание после того как сырали к точку за счет звания мы повышаем уровень линии фронта за уровне линии фронта нам дают какие-то там жетончики не путайте со старыми это какие-то новые там монетки или фиг знает что за них нельзя будет какую-то глобальную награду получить как раньше там выбрать прям танк или еще что-то никакой награды по сути нет в линии фронта если раньше вы играли в нее ради каких-то там танков или еще чего-то то сейчас можете тогда в нее и не заходить там нет никаких народ там за каждый уровень дают пред боевую инструкцию какую-то там пару штук и все это все награды которые вы можете получить по сути ничего это их там не так уж и много поэтому по поводу боевых инструкций стало получше по интересней там добавились новые самые лучшие боевые резервы подходят следующие для моего типа геймплея это атакующие резервы это мины мне больше всего понравились мины очень жестко дамажат особенно ватные танки не дают проехать когда на вас пушит много танков вы играете на тяжелом танки от рельефа ват позиции ставите перед собой мины или прям на врагов и вы можете потихоньку их разбирать все будет нормально это дает вам и много времени и урона и в целом хорошо но в них есть одна проблема поскольку у них небольшой радиус действия их нельзя кинуть там на другой конец галактики вы их кидаете недалеко возле себя поэтому некоторым людям это не подойдет некоторым подойдет также играя на легких там или быстрых танках вы можете носиться по карте и подъезжать кому-то их ставить на лицо но это уже разбирайтесь сами я таким не занимался следующий боевой резерву разведывательные резервы я брал с собой самолет поскольку вы кидаешь чтобы себе подсветить союзникам и набивать по засвету себе там лишнее серебро лишний опыт ну и повышать свое звание за счет этого ну и в тактических резервах я выбирал себе полевой ремонт поскольку на тяже похилиться в самый раз как вы уже поняли больше всего я играл на тяжелых танках и вообще последнее время мне нравится очень сильно тяжелые танчики поначалу было очень сложно и тяжело если с атакой все понятно в атаке очень хорошо и удобно можно играть на тяжелых танчиках то вот в защите если мы попадаемся в защиту первый бой я играю всегда на тяжелом танке отстоял хорошо позицию для этого нужно знать хорошо карту чтобы заранее знать куда ехать бодаться с тяжелыми танками если вы вначале поедете не туда все грубо говоря вы уже провалили катку и большую часть опыта и урона и серебра которую можно получить в бою в линии фронта вы в самом начале уже просрали самая основная часть боя особенно в защите это самое начало в первом квадрате где вы появились если вы хорошо отыграли то уже все поскольку потом на тяжелом танке делать в бою нечего и уже когда первый квадрат вы проиграли потом уже тяжелый танк можно не брать лучше взять быструю стэшку или лтшку носиться по карте пытаться хоть что-то сделать только в первом квадрате более менее можно поиграть на тяже все а вот в атаке в принципе можно отыграть весь бой на тяжелом танке но будут периоды когда вы будете конечно долговато ехать пока доползете до врага ну а потом в принципе будете дальше рубиться с тем набором что я играю боевых резервов в линию фронта в принципе играть нормально но еще очень важно на каждом квадрате знать где нужно бодаться стяжами куда лучше не заезжать чтобы не сдохнуть в принципе нужно знать местность это очень важно поначалу мне сильно горела жопа поскольку в дефи мало того что очень скучно и неинтересно играть если в начале в первом квадрате поехал куда-то не туда то в принципе по сути уже и все можно считать что ты уже катку запорол и нормально не сыграешь поскольку потом уже когда начинают квадраты захватывать враги телепортируются туда-сюда начинается хаос союзники тоже телепортируются когда умирают кто-то специально свой танчик уничтожает чтобы куда-то телепортнуться и во всем этом хаосе во всем этом движняке тяжелые танки просто не успевают никуда поэтому они становятся бесполезными и ненужными теперь поговорим про танки 9 уровня их туда добавили раньше были только восьмерки теперь можно еще взять девятку я в основном видел там девятки которые брали в аренду какие-то там паттон и какой-то там конь 9 уровня тяжелый очень редко попадаются еще там t30 и есть некоторые уникалы которые катаются на акционной девятках но встречаются они не так уж часто что я могу сказать про девятки в целом набивать на них урон не так уж сложно жирные бронированные девятки берут очень редко и один раз видел type 4 хэви он что-то подполз под дом постоял и рассыпался мы довольно таки быстро его убили по сути играть на сверх тяжах в линию фронта я не понимаю зачем каких-то проблем их убивать набивать на них урон я не вижу но что я увидел это то что доходность возросла я играю чисто на восьмерка в линию фронта у меня лично серебро закатку получается следующее примерно от 400 тысяч до 600 тысяч вот в таком диапазоне в среднем с резервом прям аккаунтом и на прям танки у меня получается серебра много это или мало решайте сами можете в комментариях написать сколько получается у вас по поводу генералов там не генералов у меня практически все катки с генералами за исключением да может парочки каток где у меня был майор все в основном в атаке генералов я получаю практически там сто процентов боях а вот в защите у меня получается либо почти генерал либо генерал у меня в защите не сто процентов генералов но в целом я защиту научился играть и стало получаться намного лучше чем когда я только начал играть эту линию фронта которые вот измененная у нас снова появилась по сути доходности серебра я рад то что на те же в атаке можно поиграть я тоже рад научился более-менее хоть как-то на тяжелом танке отыгрывать в защите но в конце приходится все равно менять либо на быструю лт либо на быструю ст девятки я не заметил чтобы они хоть как-то ухудшили линию фронта наоборот за счет них видимо и увеличилась доходность я в принципе на девятках один раз взял девятку и больше и даже не пробовал не понял вообще зачем они нужны зачем мне на них играть я всегда выбирал прям танк поскольку я заходил туда чисто по фарме серебро теперь вывод по тому режиму который сейчас у нас получился линия фронта стала по доходности лучше на мой взгляд лично у меня по интересу тоже стала чуточку лучше чуть-чуть интереснее но все равно для меня это самый скучный режим который есть world of tanks особенно в защите мне очень скучно и неинтересно но и не сказал бы что я в атаке веселюсь но все же поинтереснее теперь расскажу что мне не нравится в линии фронта и что я поменял бы и на что и так что мне не нравится в линии фронта бывают катки в которых ты не успеваешь пострелять или вообще провести хоть какой-то вменяемый бой не из-за того что ты ошибся не из-за того что ты плохо играешь или выбрал позицию неправильную плохо ориентируешься в бою а потому что очень быстро легкие танки просто едут напрямую убивать эти самые пушки быстро их поубивали остается еще огромное количество времени чтобы проводить бой но бой уже закончился поскольку все орудия сдохли и все катки никакой нет никто не пострелял ничего не пофармил такой бред мне не нравится зачем вообще можно дамажить эти орудия когда они захватили еще все квадраты я не знаю это мне не нравится не нравилось раньше не нравится сейчас это никак не исправилась и бывают катки когда такое происходит это полная чепуха и это лучше бы убрать люди я думаю заходит в линию фронта не за тем чтобы бой на 3 4 минуте закончился из-за того что лтшки куда-то там поехали в пушечку постреляли следующее что мне не нравится и смотрится вообще никак это когда в один танк кидаются по 5 по 10 резервов одновременно там начинается фейерверк на весь экран ты не можешь не двигаться ничего нажать толком не можешь потому что тебя бесконечно все сбивается ломается ты находишься вроде за укрытием на тебя просто уничтожает полностью ладно там если попал в тебя резерву нанес какой-то урон что-то там поломалась и так далее ты с этим разбираешься это еще куда не шло но когда тебя просто бесконечно долбит раз за разом и ты просто все это время ничего не можешь делать это не очень хоть бы какое-то ограничение сделали на то сколько можно в одну точку натыкать этих всяких боевых резервов также еще хочется немного сказать про оптимизацию и движок ордов танкс который в линии фронта немножко всирается видно что и стрельба и оптимизация работает на пределе местами проседает fps выстрелы засчитываются как-то с задержкой стрельба намного корявее чем в рандоме во первых потому что мы вдаль стреляем а во вторых потому что снаряды как-то с каким-то тупняком регистрируют урон это все смотрится не очень видно что такого формата бои под движок world of tanks подходят сомнительно я даже не представляю что там происходит на слабых компьютерах в этой линии фронта там наверное вообще ужас какой-то ну и в конце давайте подумаем чтобы хотелось лучше всего изменить в этой линии фронта вроде бы чуть-чуть стало приятнее на мой взгляд но все же в защите находиться и мне и я думаю большинству из вас желания особо нет поэтому с уверенностью можно команда которая защищается хотелось бы как-то ее геймплей переделать они все время отстающие они не успевают атакующая команда захватывает квадраты а та которая защищается уже реагирует после пока куда-то доедет да ползет она уже не успевает карта огромная широкая и та команда которая защищается она все время в роли отстающий она никуда не успевает если по карте посмотреть то все время видно что огромная масса танкистов в бою в линии фронта перемещается с опозданием уже квадрат захватили и туда перемещается огромное количество танкистов защищаться а уже нечего защищать уже квадрат продавили и атакующие едут вперед на следующий квадрат а эти которые туда потелепортировались сидят и ждут ничего не делают остальные квадраты начинают пустить их тоже начинают продавливать начинается хаос и возня получается промежутки времени когда ни черта не происходит у некоторых игроков потому что они запутались во всей этой суете еще присутствуют тяжелые танки которые тоже вообще никуда не успевают в принципе некоторые люди специально свой танк уничтожают чтобы хоть куда-то успеть в общем это напоминает какую-то чепуху на мой взгляд картам не хватает какой-то организованности чтобы это напоминало целенаправленный штурм какой-то точки важной а другая команда ее защищала абсолютно не просматривается что в картах есть какая-то организованность и даже не подталкивается на то чтобы это происходило а наоборот некоторые проезды между квадратами сделаны так что после того как захватили один квадрат выходит из него в соседней продавливают его и и начинается массовая атака в следующий квадрат вперед а те кто защищаются они вообще не понимают что делать вот мы защищали спереди и нам целая команда соседнего квадрата заехала в жопу чё нам делать а те люди которые уже проиграли квадрат соседний из которого заехали они тоже не понимают что делать ведь на нас никто не едет спереди на мой взгляд карты сделаны явно не для того чтобы играть организованно а наоборот создают хаос либо нужно как-то основные механики менять либо переделывать полностью карты поскольку они больше напоминают небольшое скопление укрытий возле базы которую нужно захватывать или защищать а потом идет огромный кусок открытого поля и опять небольшое скопление укрытий возле базы и потом опять поля а потом стоят орудия тоже возле небольшого скопления укрытий на мой взгляд карта как-то сделаны глуповата чересчур растянутые большие из-за этого теряется организованности начинается хаос концепция у карт для линии фронта на мой взгляд выбрана как-то странно, с одной стороны начинается хаос, но с другой стороны есть где покататься лтшкам, но что по полям этим кататься, если у тебя задача либо защитить базу, либо атаковать базу и все, просто кататься по полю смысла то особо и нет, на мой взгляд поэтому линия фронта и становится скучной поскольку у тебя идет сначала бой за одну базу либо в защите, либо в атаке вы вокруг нее там пляшете а потом огромный кусок пространства который вообще никак не контролируется ни к чему вас не подталкивает и вы что хотите по этому полю куда хотите туда и катитесь можете вообще в соседний квадрат покатиться, потом как попало там тангисты съезжаются к следующей базе, как то там накапливаются, накапливаются, накапливаются и потом просто вываливаются в следующем квадрате на базу, все никакой организованности вообще нет и бой сваливается в какую-то хаотическую кучу причем эта куча просто меняет свои направления а в защите ты просто ездишь туда-сюда и пытаешься хоть что-то стрельнуть при этом на каждой карте есть хорошие позиции которые я уже начал использовать и набивать этих генералов каждую катку очень легко но все равно видно что у всех бои происходят как какой-то хаос и как бы ты ни старался эти позиции хорошие сильно далеко друг от друга и бой целостным не получается он всегда идет рывками и эти рывки с большими промежутками которые очень скучные на мой взгляд если бы карты были компактнее, более проработанными и насыщенными вдоль всей атаки и защиты было бы куда интереснее а так как не крути сколько туда новых резервов не добавляй и хоть с девятками хоть не без них все равно режим будет скучный вот такие мысли у меня про линию фронта пишите что вы думаете об этом в комментариях с вами был Варчик играть красиво всем пока субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok